В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Очередной гуманитарный груз отправлен в зону проведения специальной военной операции. Сколько надо, сколько будет требоваться, мы будем всегда помогать. В Ленинском округе, как и по всему Подмосковье, продолжается программа социальной газификации. Теперь будет газ, мы теперь не будем ни баллонов покупать, у нас будет и тепло. Красный крест в лицах. В сфере юности открылась новая выставка. Организация, которая помогает всем и раненым, в первую очередь, если это конфликты какие-то или войны. Очередной гуманитарный груз отправился в зону проведения специальной военной операции. Его сбор был организован на базе Развилковской средней школы. Подробности расскажет Максим Козлов. Всего 10 дней в Развилковской школе длился сбор помощи для жителей территорий, включенных в состав России. И за это время силами учеников, педагогов и местных жителей было собрано немало. Впрочем, здесь уже не раз подтверждали, что готовы откликнуться на призыв о помощи. Первая у нас была акция, в которой мы приняли участие, была в апреле. Вторая акция шла у нас летом. К сентябрю мы собрали дополнительную помощь в виде канцелярских товаров. И вот сейчас у нас третья акция. Мы собираем продукты питания. Впрочем, помимо основного груза, продуктов питания, здесь есть и канцелярские принадлежности, и предметы гигиены, и одежда. Огромное количество образовательных учреждений подключилось к этой замечательной акции. И среди них, конечно же, и вы. Но вы собрали просто какое-то невероятное количество. Заместитель главы администрации округа, член Ленинского полицовета партии «Единая Россия» Татьяна Квасникова, обратилась к ученикам и педагогам школы со словами благодарности. Важны патриотические качества и чувства, забота о родине, о ближнем, о тех, кому нужна сегодня помощь. Ребята, спасибо вам огромное. Совсем скоро этот груз отправится адресатам, а руководство образовательного учреждения уже строит новые планы по сбору помощи. Сколько надо, сколько будет требоваться, мы будем всегда помогать. То есть эту акцию мы заканчиваем, и тут же начинаем следующую. В продолжение темы активного участия в сборе необходимых вещей приняли коллектив и родители воспитанников детского сада «Город детства» в поселке Дрожино. Детали в нашем следующем материале. Десятки коробок с медикаментами, средствами личной гигиены и теплыми вещами разместились в помещениях детского сада «Город детства». Заведующая дошкольным учреждением Наталья Литвинова признается, родители воспитанников продолжают приносить все необходимое для жителей Донбасса. В нашем учреждении стартовала акция практически сразу, как только была объявлена. Наши родители сразу же подключились к этой акции и очень активно. Помимо родителей и педагогов детского сада, в сборе помощи участвуют также неравнодушные жители поселка Дрожино и местные предприниматели. «Отрабатываем с бизнесом на территории. Люди очень активно помогают. Аптеки, ветеринарные центры, все, кто занимаются медициной, ведут достаточно большой активный сбор и достаточно большую помощь оказывают. Дети, родители все участвуют». Посетил детский сад временно исполняющий обязанности руководителя ветеранской организации боевого братства Ленинского городского округа Владимир Песоченко. В данный момент он находится в служебной командировке, чтобы обеспечить отправку собранных вещей в зону боевых действий. «Очень приятно, что Ленинский городской округ активно работает и работают жители местные. Мне на самом деле приятно сегодня приехать в этот детский садик, пообщаться с неравнодушными депутатами, с руководителями, с родителями, с бизнесменами, с предпринимателями. Почему? Потому что, как говорится, у нас есть такая акция, мы своих не бросаем». Малыши также приняли участие в благотворительной акции и подготовили для солдат рисунки. «Вот эти письма будут отправлены ребятишкам, мальчишкам, защитникам, мужчинам, кто охраняют и выполняют рубежи нашей Родины, которые находятся на Донбассе». В дошкольном учреждении большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию. В садике есть музей Великой Отечественной войны, где проходят занятия и экскурсии для воспитанников. «Пусть небо будет голубым, пусть в небе не голубится дым, пусть пушки грозные молчат и пулеметы не строчат, чтоб жили люди, голода, мир нужен на земле всегда». Очередная партия помощи отправится на Донбасс 27 октября. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Виднет. В Ленинском округе продолжается реализация программы социальной газификации. Сегодня долгожданное тепло поступило в один из домов деревни Орлова. О том, как принять участие в президентском проекте, узнаем о Юлии Погасьян. В этом доме супруги Архиповы живут с 2009 года. Использовали его исключительно как летнюю резиденцию, ведь централизованного отопления здесь не было. Включать конвекторы – дело накладное. Воду нагревали с помощью электрической колонки. Расходы по свету зашкаливали, поэтому, когда поступило предложение участвовать в президентской программе социальной газификации, долго не раздумывали и согласились. И вот он долгожданный момент. Несложные действия специалиста и у семьи Архиповых есть газ. Большое спасибо этой программе, что теперь будет газ, мы теперь не будем ни баллонов покупать. У нас будет и тепло от газа, и все будет, все удобства, и вода горячая, все уже как бы, ну все будет хорошо. В Подмосковье программа реализуется силами Мособлгаза. Трубы проводятся до границ участков. Собственникам это ничего не стоит. После у жителей появляется возможность заключить с организацией договор на работе внутри своей частной территории и дома. В случае семьи Архиповых весь процесс занял год. Потратили на газификацию порядка 200 тысяч рублей. Минимальное давление в системе отопления не ниже единицы, рабочее давление от единицы до двух. В принципе, полторы хватает за глаза. Соответственно, это кнопка включения-вуключения оборудования. То есть, если вы не пользуетесь каплом, отключать его совсем от питания не стоит. Вы вводите вот в такой режим и оставляете его в таком положении. Он в таком положении будет раз в сутки проворачивать насос, чтобы он не закис и не заклинил. И проверять работу своей автоматики. В этом году в Ленинском городском округе удалось газифицировать почти 50 населенных пунктов. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте mosobulgas.ru. Также на оставшиеся вопросы жителям могут ответить специалисты колл-центра по телефону 8 800 100 75 75. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ульга Садовская. Видно этого. Красный крест в лицах. Видно, открылась новая выставка. Экспозиция приурочена сразу к двум юбилеям. 155-летию российского Красного креста и 95-летию подмосковного подразделения организации. На торжественном открытии побывала наша съемочная группа. В этом году одна из старейших благотворительных организаций России. Красный крест отмечает свое 155-летие. Указ о его создании в 1867 году подписал император Александр II. Для подмосковного отделения год также юбилейный. Новая выставка о Виновском сквере «Юность» под названием «Красный крест» в лицах рассказывает о деятельности организации в регионе. Это организация, которая помогает всем и раненым, в первую очередь, если это конфликты какие-то или войны, и малообеспеченным семьям, многодетным, адресную помощь оказывает, инвалидам. Это прежде всего донорское движение. На 48 фотографиях запечатлены будни сотрудников и волонтеров Красного креста. Первый стенд знакомят с руководителями местных отделений. Второй повествует о донорском движении. Вот у нас донор в погонах. И это вот в последнее время у нас сотрудники ГИБДД начали сдавать кровь. На этой фотографии у нас Гаджура Мурат Магомедович получает донорскую книжку. Третий стенд посвящен просветительской работе сотрудников и волонтеров. Детей и подростков учат оказывать первую помощь. Для молодежи организуют лекции о пользе донорства крови и костного мозга. 20 апреля 2022 года правительство приняло закон о создании регистра доноров костного мозга. Потому что выхода на заграницу у нас нет. И нам как бы создавать свой регистр нужно. Четвертый стенд экспозиции рассказывает о многочисленных благотворительных акциях. Помощи инвалидам, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Пострадавшим от стихийных бедствий, беженцам. Красный крест активно сотрудничает с общественными организациями. У нас есть совместно реализованные программы по оказанию помощи людям в трудной жизненной ситуации. По оказанию первой помощи. Потому что мы проводили уроки оказания первой помощи для членов нашей организации. Мы сотрудничаем в плане проведения совместных мероприятий. Очень правильно, когда хорошие дела. Ту работу, которая теневой остается в нашей жизнедеятельности, все-таки показывают людям в виде таких прекрасных выставок, для того, чтобы все желающие могли ознакомиться. Что сделано, как сделано, какой сумасшедший объем людьми выполняется. Это правильно. С экспозицией можно познакомиться до конца ноября. Спешите видеть. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова